Накануне Большого праздника мы вспоминаем тех, кто ковал Победу. Существует знаменитая фотография 1945 года, на которой изображены верховные главнокомандующие в окружении своих военно-начальников победителей. Именно эту группу народная молва навеки окрестила маршалами Победы. Операции, проведенные во Второй мировой войне, нашими военачальниками изучают сейчас во всех военных академиях мира. И хотя Победа была одна на всех, у каждого из этих полководцев она была своей. Накануне праздного 9 мая давайте вспомним, кто стоял за Победой. Ничто не забыто, никто не забыт. По крайней мере, имена и лица главных героев войны в памяти должны остаться. Эти два человека не только решали суеба миллионов солдат, но и влияли на исход войны. Маршалы Жуков и Рокоссовский. Маршалы Победы. Наша ставка и командование фронтов сумело своей разведкой, своевременно вскрыть, где готовится главный удар на юге, где готовится на севере. А расчет оказался хорошим. Хватило сил у немецкой армии сломать сопротивление на самом ответственном участке. Георгий Жуков стал первым маршалом СССР с начала войны. Его заслуги и полководческий талант считаются общепризнанными. Правда, в последнее время все чаще звучит, какой ценой досталась победа. Солдат не жалеть. Самая цитируемая фраза маршала. Победа, но не любой ценой. Слова другого маршала, Константина Рокоссовского. Вначале мы взяли армейские резервы, перебросили к Рокоссовскому. Потом взяли дивизионные резервы, перебросили к Рокоссовскому. Это, так сказать, уплотняло оборону, усиливало. История наших побед – это история жертв. Правда, то, что ради достижения цели нужно списывать со счетов человеческие жизни, Рокоссовский не считал. Кстати, отношения между ним и Жуковым не были простыми. Два маршала, как два капитана. И для каждого из них победа была своя. По-моему, у нас паус нет. Как начало 10 января, прогрызали все время в центре. Пришлось буквально прогрызать. У нас пехоты было мало. Я сам лично обидал такие картины, когда орудия перекатывались. Помните, перекатывались, открывали огонь. Одни ведут огонь по противнику, другие сзади уже перекатываются, чтобы сменить их. Вряд ли можно назвать другую фамилию полководца, который бы так успешно действовал как в оборонительных, так и в наступательных операциях войны. Обладая даром предвидения, Константин Рокоссовский почти всегда безошибочно разгадывал намерения противника и, как правило, выходил победителем. Георгий Жуков координировал действия фронтов при прорыве Ленинградской блокады и принимал от гитлеровского генерал-фельдмаршала безоговорочную капитуляцию войск фашистской Германии. И на параде победы в июне 45-го принимал парад маршал Жуков, а командовал Рокоссовский. Приветствую и поздравляю вас с великой победой над германским империализмом. Сегодня столица нашей Родины, Москва, от имени Родины чествует доблестных советских воинов, одержавших эту победу. Они вместе приветствовали победителей от гремевшей войны. Все-таки была важна победа, и за ценой не постояли. А два выдающихся советских полководца должны остаться в памяти, как маршалы великой победы. Ольга Курсман, Сибинформбюро. Ольга Курсман, Сибинформбюро. Продолжение следует...